Самый радостный справа, Аркадий, мягкий Аркадий и Володя, твёрдый Володя сверху. Проверьте, пожалуйста. Всё в порядке? Именно они вам понравились. И вы, наверное, всё-таки хотите узнать, что это такое? Нет, ну надо узнать всё-таки, что это такое. Сейчас я вам покажу, что это такое, а вы уже мне скажете, что это такое. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет её хозяйки, поварики и портники. Как-то рада она решила, помогу друзьям немножко, за навески зайцам шила, мишке просто не в берлогу. Белке рыжейкой подружки и знакомой тёте пчёлки шила мягкие подушки и платочки двоих шёлка. Когда волк в лесу случайно зацепил карман тучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха кула. Теперь с карманом нового волк гуляет снова в поле. Что это такое? А, ну вот смотрите, я называю это булыжники для жонглирования. Ну да. То есть всё сходится, это булыжники для жонглирования. А вот в таком виде это весёлые петроградские булыжники для брутального жонглирования. Всё сходится. Всё правильно. И вы хотите себе такие булыжники? Да, за 2 миллиона фунтов сервера. Вы бы себе купили, если бы у вас были 2 миллиона фунтов сервера. Нет, только 3 просто. Только 3. Ну, к сожалению, сейчас я вам... За 3 нет, да? За 3 нет, конечно, можно. Можно и за 6. Лучше даже за 10. Так если за 2, то за 2, то ещё... Ну, это стартовая цена. Это стартовая цена с аукциона. А, аукцион, да. Да. Но у вас сейчас нет конкурентов. Можно вопрос? Да. Если они разобьются? Ну, мы тогда... Пока не застрахованы или как? Нет, пока ещё нет, конечно же, не застрахованы. Вот. Ну, в общем, вам они нравятся. Конечно. Тогда скажите, парни, вот вы рекомендуете всем парням Петербурга, и России, и мира учиться жонгировать булыжниками? Ясен Пинь. Ну, ясен Пинь, но нужно учиться. Да, с дворцовой площади вытащил булыжников. Ну, это не с дворцовой площади булыжники. Это из мест более древних и туманных, чем дворцовые. Тут же уже всё новодел, скорее всего. Это видно, на самом деле. Да. А вот эти, вот посмотрите. Я вам сейчас покажу эти способность, возможность булыжников. Смотрите, в них есть настоящий... Видели? Огонь. Блин, реально, Кирилл, всё, берём. Держите. Я думаю, съезжу, наверное, проверите. Два миллиона, да? Два миллиона фунтов стерлингов. И давайте. Бах-бах-бах. И нужно загадывать желание. И желать... Бентли. Бентли, хорошо. И ещё обычно, когда мы их обрабатываем, желаем Роману Абрамовичу чего-нибудь очень хорошего. Два Бентли. Роману Абрамовичу вы желаете два Бентли. Да. Вы знаете, что Роман Абрамович любит Бентли? Да, конечно. Это радует. Ну, в общем, смотрите, Роман Аркадьевич, каких условиях для вас обрабатываются эти булыжники? Что люди вот заряжают их позитивом. То есть вот, ну, однозначно два Бентли у вас будет, когда вы их приобретёте за два миллиона фунтов. А мне можно? Вам, конечно, обязательно нужно. А, ну, обычно мы бьём по бочине. Да. Вот так. Давайте. Хочу миллион таких камней. Отличное желание. Отличное. И Роману Абрамовичу что-то надо пожелать. На один меньше, чем у меня, чтобы я был самым крупным. Ничего себе. Вот очень хорошие слова. А вот скажите, последний вопрос. Как вы считаете, вот этот номер, который я вам показал, он показывает силу России? Конечно, показывает. И показывает силу и интеллект человека, который вот умеет так делать. Да, конечно. Это сразу же видно, как там. Ну, в общем, всё, парни. Я так понимаю, что вы будете учиться жонгировать булыжниками и через пару лет уже встанете вот в мои ряды. Восемь. Восемь? Да. Ну, у нас, смотрите, у нас концепция не число увеличивать, а идти вот по такому пути. Можно ещё учить иностранные языки. Ну, в общем, всё. Вам понравилось. Спасибо.